Работники культуры России отметили свой профессиональный праздник. В концертном зале Дворца культуры Арктика на торжественном мероприятии двум заслуженным специалистам данной сферы вручили звание почетный работник Нинецкого автономного округа. С обладательницей высокой региональной награды пообщалась наша съемочная группа. Даже за кулисами Татьяна Сидейская помогает своему ансамблю Родниковая Русь выступить на высоте. Незримая для зрителей поддержка, но ощутимая для вокалистов присутствует на каждом выступлении. И она действительно помогает. Бурные аплодисменты ансамбль Родниковая Русь срывает на каждом концерте. Ведь коллектив состоит только из влюбленных в русскую песню. Кстати, в репертуаре ансамбля их более ста. Народные песни разных областей России, лирического и шуточного характера, композиторские песни и песенные попури, которые звучат в мужском, женском и смешанном исполнении. Это, знаете, как творческая лаборатория. С ними любые задумки, любые идеи. Я опробую как бы на них. Может, иногда и бредовые, но они вот все это делают. И мне нравится вот это творчество. Мне нравится. И вообще я работаю в этом коллективе Дворца культуры. Это такие люди, это насквозь самые креативные. И не минуты покоя. Не минуты покоя так можно сказать и про творческую жизнь самой Татьяны Николаевны. Ведь с 2003 года она руководила вокальным хором «Непоседы», который впоследствии переименовали в «Сударушку». На счету коллектива десятки вокальных побед. Они стали лауреатами конкурсов в Республике Коми, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах России. Есть и международные награды. Одна из них в номинации «Лучший творческий коллектив», присужденная на международном конкурсе фестиваля «Золотой Олимп» в Греции. И это только часть заслуженных побед. Всего отрасли культуры Татьяна Сидейская отдала 41 год своей жизни. На концерте в День работника культуры России ей присвоили высокое звание – почетный работник Ненецкого автономного округа. Такой же высокой наградой была удостоена заведующий отделом Коми-культуры этнокультурного центра Ольга Кацубанская. Но в свой профессиональный праздник на сцену выходили не только за наградами, ведь на ней работал самый большой творческий коллектив округа. Вы только что были на концерте, вы видели своими глазами все, что здесь происходило на этой сцене. В общем-то, мы в последнее время постараемся удивлять нашего зрителя. Спасибо большое всем нашим коллегам, спасибо всем службам, потому что ведь те продукты, которые мы выпускаем творческие, над ним работает не один человек, это не только режиссер-сценарист, допустим, звукорежиссер, это и отдел мультимедиа, это также и технические службы, это и наши уборщицы, это наши администраторы, это наши электрики, это наши, в общем-то, люди, которые занимаются непосредственно подготовкой наших залов. Поэтому я хочу поздравить всех с Днем работников культуры, пожелать новых творческих побед, успехов, и всегда, чтобы в голове были новые замыслы для какого-нибудь спектакля. Новые замыслы, как обещали сами работники культуры, конечно, будут. Ведь каждую неделю в разных уголках нашего округа проходит десятки праздников и творческих событий. Любовь Пермякова, Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.